Семейство истребителей и бомбардировщиков Семейство истребителей и бомбардировщиков, созданных на базе Су-27, насчитывает не менее двух десятков машин. Такое разнообразие модельного ряда оказалось возможным благодаря резервам, заложенным в конструкции самолета еще на концептуальном уровне. Су-34 и Су-30 в фильме «Оружие». К началу 80-х годов на вооружении советской авиации состояли истребители-бомбардировщики Су-17 и МиГ-27, а также фронтовые бомбардировщики Су-24. Их основной задачей было нанесение ракетно-бомбовых ударов по наземным целям противника. На задание такие самолеты обычно летают под прикрытием истребителей, поскольку их собственные возможности по отражению воздушного нападения ограничены. Военные предложили построить фронтовой бомбардировщик, который может самостоятельно вести воздушный бой с истребителями противника. Долгое время решить эту задачу не удавалось. К такой машине предъявлялось слишком много взаимоисключающих требований. Лишь появление Су-27 позволило создать самолет с большой дальностью полета, высокой боевой нагрузкой и отличной маневренностью. Все эти качества объединил в себе Су-34. Су-34. Фронтовой бомбардировщик. Длина 22 метра. Размах крыльев 14,7 метра. Максимальная взлетная масса — 45 тысяч килограммов. Силовая установка — два турбореактивных двигателя АЛ-35 тягой по 14 тысяч килограммов. Максимальная скорость — 1900 километров в час. Практический потолок — 17 тысяч метров. Практическая дальность — 4500 километров. Вооружение. Встроенная пушка калибра 30 миллиметров. Боевая нагрузка — 8 тысяч килограммов на 12 узлах подвески. Управляемые и неуправляемые ракеты — авиабомбы. Экипаж — два человека. 34-й создавался как истребительно-бомбардировочная модификация Су-27. Прототип новой машины совершил свой первый полет весной 1990 года. Самолет заметно отличается от базового Су-27. Он имеет переднее горизонтальное оперение, которое обеспечивает устойчивый полет на всех скоростях и высотах, включая предельно малые. В удлиненной хвостовой балке размещается радиолокатор заднего обзора. Стойки шасси усилены и снабжены двухколесными тележками. По-новому спроектирована головная часть фюзеляжа. Герметичная кабина выполнена в виде сварной титановой броневой капсулы. Впервые для такого класса ударных самолетов реализована концепция комфортной кабины. Пилоты-штурман сидят не друг за другом, а рядом, бок о бок. До высоты 10 тысяч метров в кабине Су-34 экипаж может работать без кислородных масок. На борту установлена мощная система отопления и кондиционирования воздуха. Это обеспечивает высокую работоспособность летчиков в полете продолжительностью до 10 часов. Компоновка кабины Су-34 позволяет членам экипажа поочередно покидать рабочие места. Высоты достаточно для того, чтобы выпрямиться и встать в полный рост за креслами. В широком проходе можно отдохнуть лежа. На самолете имеется санузел и микроволновая печь для горячего питания экипажа. Войти в кабину летчики могут по трапу через нишу передней стойки шасси. На базовой модели посадка пилота происходит через открытый фонарь кабины. Самолет снабжен системой дозаправки в воздухе с выпускаемой штангой, установленной слева перед кабиной экипажа. Дальность полета при дозаправке возрастает до 7 тысяч километров. Номенклатура вооружения позволяет Су-34 вести воздушный бой, поражать цели ракетами малой и средней дальности. Для штурмовки наземных целей применяются неуправляемые авиационные боеприпасы. Устанавливается на них новое поколение прицелов, которых характеристики обнаружения и сопровождения воздушных целей просто на порядок отличаются от ныне действующего. Есть возможность действовать по наземным целям вне видимости земли. То есть такое серьезное управляемое оружие применять в воздухоповерхность. Су-34 – это мощное боевое средство, которое обеспечивает эффективное выполнение боевых задач. В семейство 27-х входит еще один уникальный самолет. Его история началась в 1985 году. Командование войск противовоздушной обороны Советского Союза, высоко оценив боевые характеристики Су-27, заказало конструкторскому бюро Сухого многоцелевую машину. Новый двухместный самолет должен был сочетать в себе качество истребителя-перехватчика большой дальности и воздушного командного пункта для управления действиями группы истребителей в условиях реального боя. Модель проектировалась на основе учебно-боевого Су-27УБ. Руководил работами Алексей Кнышев. Кнышев Алексей Иванович – конструктор авиатехники, лауреат государственной премии. Родился в 1937 году. Окончил Казанский авиационный институт. С 1972 года – руководитель филиала КБ Сухого в городе Комсомольск-на-Амуре. Главный конструктор самолетов Су-27, Су-27УБ, Су-30МК. Новый самолет впервые поднялся в воздух в 1988 году. По результатам летных испытаний было принято правительственное решение о развертывании серийного производства. Машина получила индекс Су-30. Международная презентация машины состоялась на авиасалоне в Лебурже летом 1993 года. Су-30 – многоцелевой истребитель. Длина – 21,9 метра. Размах крыльев – 14,7 метра. Максимальная взлетная масса – 33 500 килограммов. Силовая установка – два турбореактивных двигателя АЛ-31Ф тягой по 12 500 килограммов. Максимальная скорость – 2125 километров в час. Практический потолок – 19 800 метров. Практическая дальность – 3500 километров. Вооружение. Встроенная пушка калибра 30 миллиметров. Боевая нагрузка – 6000 килограммов на 10 узлах подвески. Управляемые ракеты класса «Воздух-воздух». Экипаж – два человека. На самолете установлена система дозаправки топливом в полете. Расширен состав аппаратуры управления групповыми действиями. Усовершенствована система жизнеобеспечения. За счет установки новых ракет и системы управления вооружением была значительно повышена боевая эффективность. Позднее появился истребитель Су-30 МКИ. Модернизация конструкции, оборудования и вооружения привели в итоге к появлению фактически нового самолета. Многоцелевого истребителя, относящегося к новому поколению, которое называется «4+.». Превращение удачных машин четвертого поколения в многофункциональные истребители поколения «4+,» является характерной чертой современной авиационной моды. На протяжении 30 лет ни у нас, ни за рубежом так и не появился полноценный истребитель пятого поколения. В настоящее время конструктора занимаются модернизацией существующих самолетов. Это самолеты МиГ-29, Су-27, а также Су-25, которые, имея хорошие характеристики планера, имея хорошие характеристики силовых установок, но из-за морального устарения аппаратуры, которая находится внутри самолета, то есть начинки летательного аппарата, эти самолеты, соответственно, не обладают теми свойствами, которые необходимы в современных вооруженных конфликтах. В связи с этим производится модернизация летательных аппаратов, которая заключается в замене авионики, в частности, прицельно-навигационных систем и комплексов, и оборудования кабин. Все это позволяет увеличить в несколько раз боевой потенциал летательных аппаратов. На Су-30МКИ установлены новые двигатели, АЛ-31ФП. Они имеют поворотные сопла. Это позволяет управлять вектором тяги в автоматическом режиме. Таким образом, и без того высокая маневренность истребителя стала просто запредельной. Самолет в зависимости от ситуации может мгновенно набирать высоту, резко, непредсказуемо для противника менять направление полета. Новый двигатель помог преодолеть проблемы штопора и сваливания. Полет самолета стал предельно предсказуемым, выверенным. Увеличились не только число и сложность маневров, но и длительность их выполнения. Это позволило разработать тактику ведения воздушного боя с использованием режимов сверхманевренности. Она обеспечивает победу над противником в ближнем воздушном бою и резко снижает угрозы поражения на средних и дальних дистанциях. Благодаря современной системе вооружения истребитель Су-30МКИ может эффективно бороться со всеми существующими и перспективными самолетами, беспилотными летательными аппаратами и крылатыми ракетами. Он способен вести воздушный бой с применением ракет средней и малой дальности. На вооружении истребителя — ракеты с телекомандным, телевизионным, лазерным наведением, ракеты для уничтожения надводных целей и корректируемые авиабомбы с телевизионным лазерным наведением. Су-30 стал одним из самых удачных экспортных проектов фирмы «Сухой». Сегодня различные варианты этого истребителя стоят на вооружении военно-воздушных сил нескольких стран. КОНЕЦ Сегодня самолеты семейства Су-27 широко известны во всем мире. Боевые возможности этих машин настолько высоки, что 27-е останутся непревзойденными до массового появления истребителей пятого поколения. Су-30